Продолжение следует... В том, как вы сейчас оцениваете ситуацию с доверием в мире и в России, я вот вспомнила, пока Алексей Леонидович выступал, мы как-то проводили фокус-группы, которые оценивали отношения населения на фокус-группах к такой мере, недавно она снова обсуждалась, это отмена НДФЛ для бедных и повышение НДФЛ для остальных. Первая реакция всегда на это у людей положительная, о да, правильно, так надо сделать, но как, поскольку это фокус-группы не опрос, через 10-15 минут фокус-группы, они начинают задумываться, а вдруг нас посчитают богатыми, а вдруг именно нам повысят НДФЛ, именно у нас, то есть никто не верит, что он попадет там в медные, вот, но все верят, что точно как-нибудь правительство сделает так, что лично все-таки с них соберут больше налогов и начинают эту меру сразу оценивать критически, то есть буквально вот 15-20 минут это такой переворот мнения. Это вот как сложившаяся история, генетически обусловленная наша недоверие к власти, еще что-то. Сан Саныч? Да. Можно первый слайд? Уважаемые коллеги, вообще для чего нам доверие-то нужно? Этот слайд, он очень ярко показывает то, что нужно нам в России, хотя это работа двух известных французских экономистов, Алжана и Каил, они исследовали, как связан валовый продукт на душу населения, GDP per capita, с уровнем доверия. Вот это расчет, что если бы в соответствующих странах уровень доверия был как в Швеции, Швеция один из лидеров межличностного, обобщенного доверия, доверия к тому, что другой человек может быть твоим партнером, контрагентом. Вот если бы уровень доверия был как в Швеции, то в Англии, Германии, Чехии, всюду был бы выше валовый продукт на душу населения, но в России, заметьте, он был бы выше на 69%. То есть в полтора раза увеличить валовый продукт на душу населения, то, что макроэкономисты считают невозможным, в принципе можно, если мы в состоянии в два раза поднять уровень доверия. Мы в два раза отстаем от Швеции в доверии одного человека другому. Причем, почему тут экономика-то, в чем она сидит? Это силы трения в экономике, трансакционные издержки. Если вы не доверяете, то нужны залоги, адвокаты, поручители и так далее, и так далее. Знаете, как сказал предприниматель в 90-е годы, российский, он сказал, «Ничто так не укрепляет веру в человека, как стопроцентная предоплата». Если у вас недоверие, значит, у вас это получается довольно дорогая схема. Можно следующее? Можно ли поменять доверие? Потому что Мария задает правильный вопрос. Может, это у нас в крови? Может, с этим ничего не поделаешь? Я сейчас буду говорить не о доверии правительству, не о институциональной доверии, а обобщенной, межличностной, потому что институциональное доверие – это одна из производных и инструментов того доверия, которое существует между людьми. Так вот, интересные данные по близнецам, по генетическому анализу. К сожалению, такие вещи, как интеллект, на 80% сидят в генетике. Это неприятно. Даже наши политические и религиозные воззрения на 25% определяются генетически. А вот доверие – всего от 5 до 20% в генетической составляющей. То есть, в основном, это внешние факторы. Доверие поменять нужно. За счет чего? Можно следующий слайд? Вот это карта доверия мировая. Чем темнее свет, тем выше доверие. Что интересно, есть два рода лидеров доверия. Швеция, Северная Америка, Австралия – это один сорт, а другой – Китай и Египет. Арабские страны вообще во многом. Все это означает. Понимаете, откуда, в принципе, по механизму берется доверие. Есть такая, в теории игр, дилемма заключенного. Когда двое сидят в тюрьме, и если ты первый сознаешься, то ты выйдешь, а второго, наоборот, с большим сроком посадить. А если оба будут молчать, то оба, может быть, выйдут из воды сухими. Эта дилемма была сделана Рент-Корпорейшн для случая войны СССР и США, доверять, не доверять. А потом оказался важным инструментом экономистов. Что самое правильное? Самое правильное – доверять. Доверять выгодно. Но при условии, что фиксируются ваши шаги, и есть некоторые гаранты, которые это делают. А гарантов может быть два. Это либо институты, как работающие законы, суды и так далее, и так далее. Это в случае Швеции и Северной Америки. Либо культура, когда окружающие говорят, нельзя вести себя по-другому. И тогда мы получаем в случае Китая или Египта. Заметьте, это не всегда дает экономический эффект. Доверие не всегда плодотворное. В Швеции доверие выше, чем в США, но валовый продукт на то, что население там не самый высокий. Поэтому весь вопрос в том, как вы сочетаете ту и другую культуру и институт. Можно следующий слайд? Как бы сказать, мне как ученому этот слайд нравится, а как российскому гражданину, мне вот, как бы сказать, обидно за свою страну. Вот, бывшая союзная республика, Эстония, она сумела совершить скачок доверия. Тот самый скачок в два раза. Здесь два способа измерения по европейскому измерению ценностей, и по Волф-Велесову, и по мировому измерению ценностей. Но, менее чем за 20 лет, скачок в два раза. Вот как им это удалось? Я могу сказать. Конечно, культура меняется медленно, институты могут меняться быстро. Они меняли институты. Но они институты примеряли к культуре. Они взяли не институты Финляндии, которые, казалось бы, по языку ближе. Они во многом использовали германские институты, которые больше подходили к ценностным установкам эстонского общества. И вот эффект. Кстати, экономические показатели Эстонии тоже чрезвычайно высокие. Поэтому, если позволите, на этом я бы сейчас закончил, потому что во втором туре я хотел бы ответить на вопрос о России. Да что делать в этих услугах? Что можно сделать у нас в родной стране? Спасибо. Спасибо большое. Конечно, всегда надо составить эту дюйму.